Сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому надзор за перегрузом будет передан из введения МВД руки Ространснадзора. Помимо этого, ко второму чтению данного документа была внесена еще одна интересная поправка, о которой я расскажу далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих видеороликов, 5 апреля 2022 года в первом чтении Госдумы был одобрен законопроект, предусматривающий передачу полномочий по штрафам за перегруз, то есть за весовой контроль, скажем так, в руки Ространснадзора. Я напомню, согласно действующим на сегодняшний день правилам, штрафы за перегруз и нарушение по габаритам транспортных средств имеют право выписывать три ведомства. Это МВД в лице Госавтоинспекции, таможня в случае международных автомобильных перевозок и, соответственно, сам Ространснадзор. Как было указано в пояснительной записке к данному законопроекту, МВД считает, что эта функция является несвойственной для Госавтоинспекции. Поэтому эти полномочия из рук ГИБДД будут переданы, согласно тексту данного законопроекта, в руки Ространснадзора. Причем речь идет также не только о штрафах, которые выписывают живые, скажем так, инспекторы на дороге, но и штрафы, которые фиксируются в автоматическом режиме при помощи камер фото-видеофиксации и при помощи автоматических автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Дело в том, что согласно актуальной стратегии Минтранса в ближайшие годы данные автоматические пункты весогабаритного контроля должны охватить практически все трассы, все автомобильные дороги Российской Федерации. Именно поэтому контроль за перегрузом будет усилен и, соответственно, он будет сконцентрирован в руках Ространснадзора. В случае подписания данных поправок данного законопроекта, данные функции будут переданы в Ространснадзор с 1 января 2023 года. Однако в ходе подготовки данного документа ко второму чтению в него были внесены важные и интересные поправки. Дело в том, что согласно федеральному закону номер 92 от 15 апреля текущего года, с 15 апреля в России упрощены требования к перегрузу, к весогабаритному контролю транспортных средств. Так, если до 15 апреля перегрузом считалось превышение полной массы, либо нагрузок по осям на значение от 2 до 10%, соответственно, то с 15 апреля вот это значение было упрощено, то есть на сегодняшний день перегрузом считается превышение полной массы, либо осевых нагрузок, только на значение превышающее 10%. Соответственно, перегруз до 10% на сегодняшний день в России официально не считается нарушением. Именно поэтому в ходе подготовки нового этого законопроекта ко второму чтению в него была внесена новая статья, согласно которой из статьи 12.21.1 КОАП РФ исключается упоминание о штрафах за перегруз до 10%. Сейчас в актуальной версии статьи 12.21.1 КОАП РФ прописаны следующие. Движение тяжеловесного и или крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 см без спецразрешения, либо с превышением габаритов, указанных в спецразрешении на величину не более 10 см, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10% без спецразрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось, указанных в спецразрешении на величину более 2, но не более 10%. Должностным лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей, а если штраф вынесен в автоматическом режиме, то, соответственно, владельцу транспортного средства придет письмо счастья на 150 тысяч рублей. Согласно же тексту данного законопроекта, вот это упоминание из пункта этой статьи про перегруз полностью исключается, то есть частью первой статьи 12.21.1 останется упоминание штрафа только за превышение габаритов. Таким образом, как я уже сказал, с 15 апреля текущего года перегруз до 10% не считается нарушением согласно действующих правил перевозок автомобильным транспортом, а после подписания сегодняшнего законопроекта, когда он вступит в законную силу, то это упоминание про штраф за перегруз до 10% также будет полностью исключено и из действующего текста КОАП. Что примечательно, если, как я уже сказал, передача прав по штрафам Ространснадзор согласно тексту законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года, то вот эта часть новая этого законопроекта, которая касается отмены штрафов за перегруз до 10%, вступит в законную силу со дня официальной публикации подписанного закона. Вот такая вот информация. Таким образом, теперь этот документ, финальные его версии, должны рассмотреть депутаты в третьем чтении Госдумы. Спасибо, что рассмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось, было интересно, было полезно. Что вы думаете по поводу этих инициатив, свое мнение вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok